Здравствуйте, зрители канала Заметки Нумизмата! Продолжаем с вами говорить о необычных монетах, нестандартных монетах и о чудесном их приобретении иногда. Совершенно не моя тема, допетровские монеты, серебряные монеты, которые часто называют чешуйками по их своеобразной форме. Про такие монеты мы уже говорили в других выпусках, но вот хочу поделиться с вами и определенной неожиданностью. А неожиданность такая. Один мой знакомый коллекционер, который как раз увлекается монетами до Петровского периода, разбирал принесенную ему коллекцию. Нет, не найденные монеты, а именно коллекцию, находящуюся у кого-то дома и которую бывший владелец решил продать. Коллекция представляла собой разные типы монеты правления разных русских великих князей и царей, монеты удельных княжеств, но подписано все это было крайне хаотично. По сути, новому владельцу пришлось заново атрибутировать каждую монету, внимательно ее изучая, сверяясь каталогами, а иногда задача эта непростая и сходу монета не определяется легко. И вот несколько монет, он буквально отбросил в сторону словами, а не хочется заниматься, потом разберусь. И может быть, не скоро дошли бы до них руки, так как у человека этого много, где лежат разные монеты. Я уж точно знаю, что до некоторых из них руки доходят годы спустя. Если бы не был я у него дома и не сказал, ну посмотри какую-нибудь чешуйку интересную, пусть и у меня будет, тебе она не сильно нужна для коллекции, а я у тебя ее приобрету, пусть будет хотя бы как начало и этого периода. Естественно, руки потянулись у него к свеже отброшенным монетам. Стал вот их смотреть внимательнее, а мне со стороны было видно, как буквально глаза у него расширяются. Что ж такого увидел ты? И ответил он мне, увидел я ярославскую копейку. Что за монета такая чудесная? Мало кто знает, что город Ярославль, расположенный на северо-востоке от Москвы, даже небольшой период времени в истории российского государства, был буквально столицей. Смутное время, поляки занимают Москву, а ополчение собирается в Ярославле, оттуда намереваясь нанести решительный удар по закладчикам, освободить древнюю столицу Руси. Но ополчение требует средств, денег, людей надо кормить, одевать, вооружать, снабжать. И в Ярославле чеканится для нужд ополчения местная копейка, которая так и была названа Ярославская. Позже уже первый государ из династии Романовых, Михаил Федорович, вступает на престол и начинается его шествие в столицу именно из Ярославля, и Ростова Великого. Несет он с собой в виде первой государственной казны именно копейки, начеканенные в Ярославле. Ну а позже уже на московском этом дворе начинается чеканка типовых копеек и других монет, разных номиналов, именно связанных с правлением первого государя династии Романовых. Ярославская же копейка уходит в небытие, но время от времени все же встречается и радует коллекционера. Вот так была найдена совершенно случайно Ярославская копейка и в той коллекции. На ушколе я настоял на отсмотре отброшенных как ненужной монеты, то убедил владельца все же мне ее на определенных условиях передать. Ну а теперь эта замечательная монета, официально атрибутированная, будет находиться в коллекции моего друга из города Ярославля. Будьте внимательны, когда смотрите на монеты, и вам могут открыться настоящие сюрпризы и сокровища. Большой вам коллекционерской удачи. Смотрите наш канал, вас ждет еще много интересных выпусков. Спасибо!